Вот, основная идея этого интенсива – дать вам нужные настройки, переключалки, энергии для того, чтобы ваши отношения устраивали вас прямо на 100%. Вот, у меня основной контингент, так сказать, моих клиентов и слушателей – это прекрасные женщины. Ну вот, обожаю женщины работать с вами и дружить, и общаться. И большой процент запросов – это как раз тема отношений. И последнее время я много работала и на закрытых группах, и на индивидуалках как раз с этой темой, и в том числе поделюсь тем, ну, процессами, которые происходили в моем поле и с участием моих прекрасных девочек. Значит, смотрите, план на сегодня, план на сегодня. Такое, да, условия проговорю. Условия участия у нас – донейшн. Вот в этом вебинаре, второй вебинар будет в понедельник. Вот, донейшн после эфира, любая сумма по вашим ощущениям. Итак, в общем, вкратце повторю, у нас сегодня эфир энергии отношений, да, то есть будут настройки, фишечки, такие коды по счастливым личным отношениям. Отношения в основном мужчина-женщина. Вот, хотя это и в других аспектах, конечно, может помочь. Так, 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 дальше. Настройку сделаем. Смотрите, про что это. Основной ключ, о котором я буду сейчас говорить. Сейчас, секунду, Муся, мешаешь? Сейчас, секунду, у меня кошка хочет играть. Заберу ее игрушку пока. Вот, основной ключ – это все-таки выход из эго в пространство души, в пространство единства и в пространство наблюдателя. Это, ну, по сути, одно и то же, просто разными словами называется, потому что истинное счастье, как я все больше убеждаюсь и ощущаю, оно вне эго-программ. Да, то есть пока мы в программах, как роботы действуем по каким-то установкам, чем жестче они, кстати, тем сложнее, да, то там в контакт с другим человеком войти проблематично получается. Люди могут уживаться, люди могут создавать отношения, но там будет не хватать все время как будто бы чего-то. А не хватать на самом деле вот этого компонента, вот этого важного элемента, это энергия, безусловно, любви, души, состояния наблюдателя или же состояния Бога. Вот это вот, вы понимаете, без этого, когда просто пара, и в ней нет вот этого компонента тонкого, то там отношения, ну, я бы не сказала, что обречены, они могут в матрице продолжаться, сохраняться, но там не будет все-таки вот этого, да, когда душа поет, когда я в отношениях, и моя душа поет, и я счастлива. Вот, 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 вот. Так, и так, дальше. Сейчас гляну, что у нас в контакте. Звук, а, Алеш, привет, звук отличный, ну, спасибо, хорошо. А сейчас нормальный звук, я одела наушники, может, не надо было их одевать. Рада тебе, мужчинам всегда особенно рада. Кстати, сразу скажу, смотрите, я сейчас готова проводить диагностики по конкретной теме, диагностика мужских и женских энергий, тоже за донейшн, это уже индивидуально, кому откликнется, это минут 20 по времени онлайн, и для мужчин и для женщин, когда вы обращаетесь, мы созваниваемся, и я смотрю, что у вас с мужской и женской энергией, потому что от этого тоже мега зависят, конечно же, наши отношения. Так, ладно, возвращаясь к плану, настройка, потом поговорим более глубоко про вот эти вот наши внутренние мужские и женские энергии, и примеры приведу свежие, да, как я работала в индивидуальных сессиях как раз с мужскими и женскими энергиями, что увидела в коллективном поле, ну, которое вокруг меня, по крайней мере, существует, какие там искажения, и, как правило, там, кстати, сейчас я пронаблюдала, что с мужской энергией сложнее как-то, ну, по крайней мере, вот девушки, которые ко мне обращались, если женская энергия более-менее ещё наполненная, какая-то такая жизнью наполненная, там могут быть обиды, там иногда может быть жертва, иногда превосходство такое над мужчинами, но там больше жизнь, а мужская энергия, она в более таком застывшем как будто бы состоянии, где-то тяжесть в ней есть, где-то такой страх пойти в любовь сердца, вот, и это всё всплывает не просто так, а чтобы это всё сейчас трансформировалось, понимаете, чтобы это всё изменялось. Так, дальше, 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 значит, потом поговорим про внешние действия, особенно для тех, кто в поиске, что делать, какие конкретные шаги, где ознакомиться с мужчинами, как, мой опыт расскажу, опять же, более недавний опыт, потому что, ну, вы знаете многие, что я, скажем так, у меня большой опыт общения и знакомств, на сайтах знакомств, я своего первого мужа так привлекла, ещё через журнал знакомств не было интернета тогда, ну, мало у кого он был, наверное, но у нас, у меня точно не было ни сотовых телефонов никаких, давно было. Второго мужа Фреда также я привлекла через сайт знакомств, вот, и потом уже, когда с Фредом расстались, в течение последнего года у меня были неплохие очень знакомства, свидания также с мужчинами. Вот, и так, и да, ещё расскажу о предстоящей группе, у меня уже идут регистрации на группу, 12-месячная группа, с 11 августа уже скоро, энергия флирта, там, где мы будем прокачивать женское состояние, контакт как раз мужского и женского, состояние флирта, состояние женского счастья на самом деле, потому что с этого тоже всё начинается, когда женщина наполнена в кайфе, то и мужчина притягиваются более адекватные, и отношения тоже создаются, конечно же, более здоровые. Там будет индивидуальная сессия, чуть позже расскажу, что там ещё будет, там классные вебинары будут. Вот, и дальше по времени, если успеем, то мы сделаем диагностику и небольшое исцеление нашей внутренней гейши, или же любовницы, или же кайфующей женщины. Так, ну что же, давайте перейдём к настройке, смотрите, небольшое пояснение. Так, сейчас ещё посмотрю, может быть, вы что-то написали. Так, вижу, что нас больше становится, это хорошо. Так, секунду. Мариша, Таня, Лена, классно, рада всем. Так, и ВКонтакте хочу понять, тоже есть, но не так много, ну ладно. Так, про настройку. То есть, смотрите, что я сейчас вижу в последнее время, общаясь с женщинами, с клиентками, с подругами, свой опыт проходя, да, общаясь сейчас с моим близнецовым пламенем прекрасным, с Костей, мы общаемся, переписываемся голосовыми. Что? С близнецовым пламенем, да, это вообще must have, это не буду сейчас подробно, да, многие слышали мои эфиры про близнецовые пламена. Душа – это, по сути, твоя душа, разделённая, как я сейчас всё больше чувствую, это подтверждает мой опыт, мои исследования. Это единая душа, энергоструктура, разделённая на два тела. По крайней мере, это очень-очень близкая созвучная энергия, которая чувствует друг друга всегда, да, именно через человека. Вы всегда в санустройке, вы всегда в этом энергетическом единстве, на тонких планах там единство действительно, ну, огромное. Вот, но при этом там, например, это, кстати, сейчас не только близнецовых пламен будет касаться, смотрите, то, что я рассказываю, потому что сейчас все переходят в отношения нового времени, по крайней мере, к тем, кто работает с собой, развивается. Так вот, там, если мы фокусированы на теле человека, на его личности, если у нас всё внимание там, и у нас нет контакта на самом деле со своей глубиной, со своей душой, со своей истинностью, божественностью, вот этой вечной частью нас самих, то там просто отношения очень сложно создать в материальном мире, в физической реальности. Потому что это, по сути, как твоя душа, да, а это не личность, это не тело. Если у нас фокус на личности, на тело, это то, что раздельно, ну, как бы то, что вот в этой матрице, оно не слито. И пока я на себе тоже наблюдаю, пока я была больше в эго, зацикливалась на его личности, что он там сказал, как он себя повёл, на его теле, которое не со мной, которое где-то там в Подмосковье, в Подмосковье, сложно было вообще нам, ну, мы контактировали и сближались, и расходились, да, как магниты такие, оп, сейчас я больше ухожу в душу, и даже когда я тут ему злость, например, высказывала в сообщениях, что-то он мне там прислал, зацепил такое, я чувствую, что у меня прямо злость поднимается. При том, что даже он ничего, такое вообще не сделал, у меня просто какая-то злость поднялась за все прошлые годы, когда у нас не складывалось, и я думаю, ну, нормально, просто я ему написала. Меня это всё злит, вот это всё, потому что в сообщении он что-то упомянул там про бан, но сейчас у нас нет уже никакого бана, а у меня все эти темы с баном всплыли, вот эти обиды какие-то, что мы там банили друг с другом, не могли общаться нормально. И я ему высказала, и он нормально не сбежал уже, если раньше, ну, да, трудно ему было выдерживать такие сильные чувства, и энергии, там очень сильная энергия включается в этой связи, да. Нормально, всё, продолжаем, посмеялись, он такой, как ярко, говорит, экспрессивно, я не очень понял, но ярко и впечатляюще. Так вот, это касается на самом деле всех отношений. Пока мы хотим создать отношения, фиксируясь на Личности и на теле, и сами на себе главное, когда мы сами в уме, по сути, да, пребываем больше в уме, считаем себя умом и телом, сознание не расширяем, как вот в тета-настройках, почему я их очень люблю, тета-хилинг, да, там у нас постоянная практика на расширение сознания, на слияние с этой жемчужиной белой бесконечной энергии, с этим широким пространством, на самом деле, которым мы и являемся, и в котором происходят все отношения, все взаимодействия, всё вот это временное, оно происходит в этом вечном. И когда мы акцент смещаем вот на это вечное, бесконечное, широкое, то мы можем соединиться с этой вечностью в другом человеке, и там бесконечная энергия может быть, там бесконечный обмен, там бесконечный секс, кстати, в том плане, что там не… там такая энергия, и то, что я наблюдаю сейчас, вот такие пары нового времени, очень много, кстати, в англоязычном пространстве я вышла, там больше я вижу пар, именно вот таких близнецовых пламён, да, они прям похожи часто друг на друга, там энергия одна практически очень похожа, ну, классная. Но и родственные души тоже классные могут быть отношения, но именно когда есть вот это чувствование глубины друг друга и выход туда, потому что вот личность, ум, тело – это всё конечное, и там, если отношения построены вот на этом, на личности, человек там, ну, грубо говоря, там, ну, добрый, зарабатывает хорошо, ну, умный, ну, вот это всё, это неплохо, но нет выхода когда в бесконечность, оно с годами начинает исчерпывать себя, и даже самым хорошим человеком может становиться скучно, даже самым хорошим человеком может секс уже не драйвить, и тогда люди начинают искать какие-то там тройнички, там, секс-клубы, ещё что-то, просто потому что не вышли на следующий уровень, не вышли на уровень экзистенциальности, да, трансцендентности, мистики, глубины, разного можно называть, на духовный уровень, да, духовное слияние в том числе, потому что там постоянно идёт обновление, там постоянно вот эта вот циркуляция энергии, вот, так, дальше, а, давайте настройку сделаем, это было предисловие к настройке, собственно говоря, сейчас глотну чайку своего, кстати, мой кашель гораздо лучше, как вы можете увидеть, услышать, или не услышать, я ещё немножко покашливаю, но я рассказывала в телеграм-канале, кто не слушал, послушайте, недавно в аудио, как мы, был у меня какой-то затянувшийся кашель, постоянно эфирок даже кашляла, и выкопали с моей подругой глубинную причину, подруга специалист тоже, да, в психологии, в телесных практиках, и я огромное облегчение почувствовала, вот, опять же, доказательство того, что внешние действия хорошо делать, то же самое в отношениях с мужчинами, в исцелении болячек, да, я до этого мне Оля Большакова и цитрарию привозила, исландский мох, и ещё что-то я делала, и горло полоскала, оно облегчало состояние, но не было вот такого сильного облегчения, внутри у меня какое-то всё равно было в районе бронхов, напряжение я чувствовала, как спазмы, и выкопали мы эти мои страхи глубинные, страх смерти, да, там основное, эти дела неосознанные вообще, мне казалось, что я уже нет, этого не боюсь, и всё стелилось, страх, первый страх у меня был, страх смерти, любимого моего близнеца, даже не свой, а, и что мы не соединимся в этой жизни и не выполним свою миссию, так, хорошо, дальше, 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 давайте пойдём в эту короткую настройку сделаем, те, кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, делайте, это важно, садимся удобно, и на выдохе отпускаем, всё лишнее, постороннее, приятная волна расслабления проходит по телу, сверху вниз, и мы погружаемся в бесконечное, жемчужно-белое, сияющее пространство, энергию безусловной любви, которая распространяется во все стороны, бесконечно, вверх, вниз, влево, вправо, вперёд, назад, глубокое Т-это, глубокое Т-это, глубокое Т-это, и сейчас вы это чистейшее пространство, в котором нет никаких форм, никаких образов, и если что-то проплывает, какие-то мысли, мы не залипляемся, не залипаем на них, не просто проплывают, как облака, можно образ представить, что мы чистейшее, бесконечное небо, да, в нём могут быть феномены, как в жизни, чувства, мысли, ощущения в теле, какой-то шум, звуки, какие-то свет, может быть, ярче, или слабее, это всё как облака, на чистейшем небе, и вы сейчас, это небо, безграничное, чистейшее, сама любовь, сама чистота, сама вечность, то, кем вы являетесь на самом деле, и какие-то черты характера наши, факты биографии, это тоже всё облака, которые появляются и исчезают, наша внешность может меняться, наш характер может меняться, но есть что-то неизменное в каждом из нас, вечное сознание, вечное наблюдение, вечная любовь, и в этом пространстве с нами всегда всё в порядке и всё хорошо, нам не надо ни за чем гоняться, ни за кем, ничего заслуживать, ведь мы и есть всё, и все, и все отношения, все мужчины, женщины, всё это просто наша часть, это происходит в нас, как в едином сознании, и здесь нет никаких дефицитов, страданий, драм, здесь просто всё есть, и ничего нет, да, и внимания вот на этого наблюдателя, на небо, и по жизни нас часто захватывают феномены, или же облака, проплывающие облака, или там птицы на небе пролетают, молнии могут сверкать, гром греметь, дождь литься, самолёты пролетают, и обыденное сознание, оно, как правило, захватывается этими изменяющимися какими-то картинками, образами, и забывает о том, что оно и есть небо, в этом вся и, ну, проблема, скажем так, человеческого существования, хотя и проблем-то нету, потому что сознание есть всегда, оно играет само собой, типа создаёт себе проблемы, чтобы поиграть, осознать, ограничить себя, чтобы вспомнить свою безграничность, да, хорошо, и можете подумать сейчас о желаемых отношениях, что бы вам хотелось, чтобы как оно было, представить, что вы есть уже эти отношения, прямо сейчас, и почувствуйте, что вы можете создать любые желаемые отношения для себя, как это единое сознание, энергия, но сейчас вы хотите вот так вот, и почувствуйте, как вы хотите, хорошо, и можно сделать чуть более активный вдох, потянуться, улыбнуться, открыть глазки, так, и давайте продолжим, давайте продолжим, кто в контакте слушает, можете писать, как ваши ощущения тоже, что вы хотите от отношений, какие отношения, я вам всем рада, и смотрите, когда, вот сейчас мы прикоснулись, да, вот к этому состоянию, расширенного сознания, которое, кстати, сейчас на земле уже становится обычным, по крайней мере, для тех людей, кто развивается, это становится, очень скоро будет все более нормальным состоянием, состояние единства и расширения, потому что все больше людей просыпаются, идут в практике, вы знаете, в работу с собой, так или иначе, в развитии, вот, и отношения тоже меняются, и старые матричные отношения все больше будут завершаться, отпадать, вот эти все истории уже, там энергии просто, там старая матрица, она сейчас теряет энергию, да, эти программы еще есть, программы, ну, вы знаете, да, матричные отношения, это ради выживания, потому что так удобно, потому что по эго-программам совпали, и вот будем вместе, по карме опять же, да, души запланировали, отработать какую-то карму, вернуть друг другу какие-то долги, родить там сколько-то детей, да, это все еще есть, но оно уже будет терять энергию, и люди, у кого душа будет просыпаться, они будут жаждать уже истинных отношений, по истинной любви, да, по созвучию, и это важно тоже понимать, поэтому, ну, не удивляйтесь, если увидите какие-то давние союзы, которые распадаются, что вдруг люди могут уходить из семьи, и создавать там новые пары, или какое-то время одни быть, потому что по душе, сейчас важно все по душе создавать, и особенно отношения, ну, когда не по душе, ты живешь с человеком, а нафига, да, сейчас, вот, мы выходим в пространство души, массово уже, дальше, и смотрите, по программам, из моего опыта, опять же, я видела отношения, когда, например, программы совпадают, и люди неплохо живут, там дружба часто, может быть, такая, и у нас с Фредом, да, то, что я рассказывала, у нас много программ совпадали, мы хорошо совместимы были в жизни, в принципе, в обычной жизни, в бытовой, там, путешествия, ну, миролог даже мне считал, как-то, я ехала в самолете, познакомилась с девушкой, она у меня взяла, вы представляете, как вот, да, у меня реальность, она, мы познакомились, мы встретили, я свою знакомую, она была с подругой, оказывается, подруга хотела давно обучиться нейрографике, и мы потом заходим в самолет, вот, и оказывается, что эта подруга, у нее билет, место рядом со мной, а наши общие знакомые где-то вообще в другом месте, в итоге, я провожу занятия по нейрографике, получаю деньги даже за это, вот, и она мне раскладывает нас с Фредом, на тот момент я в отношениях как раз с Фредом была, летели мы все во Францию, кстати, нас потом Фред встретил на машине, девчонок тоже подвез там, куда им надо было, классно было, вот, и она посчитала, что у нас очень хорошая совместимость, да, но это тоже, опять же, видите, не решающий момент, да, мы могли бы, наверное, спокойно, как-то дружно жить, но душа моя не была бы, например, полностью счастлива, и я думаю, что душа от Фреда тоже не была бы, потому что на подсознательном уровне мы все чувствуем, и даже если партнеру внешне удобно и все устраивает, а второй рвется куда-то там, ну, скажем так, еще, да, и несчастлив полностью, то, конечно, второй человек тоже это чувствует, и это не будет полной гармонии, единства и открытости друг с другом, да, хотя я знаю такие пары, кто там любит одного, живет с другим, но это не то, вот, почему я стала это рассказывать, а, да, к тому, что вот на программах все равно сейчас не продержаться уже, на эго программах, да, вот, а еще часто что бывает, если люди сходятся, а эго программы еще и не совпадают, один считает, что домострой должен быть, жена слушаться мужу и подчиняться, а у жены программа, я вообще, я все сама, я сама себе хозяйка, и я главная, и я умная, и я знаю, как правильно, как надо, прикиньте, да, ну, вот такие бои, у меня, у мамы с отчимой, похожая была история, они все время бодались эго программами, кто круче, кто главнее, кто умнее, и постоянно спорили, ну, и трошак, конечно, был вообще, вот, и очень в итоге спился, и рано довольно ушел, мир иной, и опять же, никто не виноват, а просто время такое было, когда эго программы рулили, ну, особенно это ложное эго, да, вот это такие тяжелые программы, есть программы полезные, конечно же, программы вежливости какая-нибудь, программы чистить зубы в утром, хорошо, дальше, смотрите, про мужские и женские энергии, сейчас посмотрю, может быть, что-то написали, так, сейчас, секундочку, чудесная настройка, спасибо, Леночка, тебе, да, про мужские и женские энергии, много я уже говорила, кто давно в моем поле, да, так вкратце сейчас, да, теорию, что внутри каждого из нас есть мужская и женская энергия, потому что мы состоим из мамы, из папы, изначально, да, у нас энергии, там, гены мамы и папы, мужского и женского рода, и еще их называют внутренний мужчина и внутренняя женщина, и для того, чтобы внешние отношения наши были классные, гармоничные, кайфовые, важно, чтобы эти две энергии были в балансе, в союзе, были исцелены, были не травмированы, и сейчас просто расскажу про опыты, да, с собой я много рассказывала, работала в этом плане, исцеляла женское и мужское внутри, и сейчас гораздо лучше, первый признак, смотрите, вы ощущаете внутри больше целостности, когда мужское и женское исцелено и в союзе, то оно действительно дает состояние баланса целостности внутри, вот еще год назад я исцеляла женскую травму покинутости и брошенности, отверженности, рассказывала много, когда любимый меня заблокировал в прошлом апреле, и у меня вылезли, он достал вот эти глубинные женские такие травмы, потом я еще исцеляла мужские какие-то аспекты, и сейчас я прихожу к тому, что нету желания гнаться за мужчиной, нету зависимости практически, я еще отлавливаю какие-то моментики, типа ответил, не ответил, но оно такое уже легко, и я уже знаю, я переключаюсь, начинаю наблюдать за своим наблюдателем, да, то есть переключаюсь на себя, в момент, на наблюдение, признаю и принимаю свои программы зависимости какие-то, да, старые, и оно уже гораздо легче, это, ну, очень с близнецом, это реально очень глубокая, может быть, зависимость самой, ни с кем у меня такой не было, потому что это близнецово, пламя твое близнецовое, твое, как будто вот все это, твоя душа там, ты куда пошел, куда, и как будто вот на этапах разделения, когда недостаточно проработаны состояния, что как часть твоей души ушла, и разрыв такой внутренний, а еще, кстати, я много вот англоязычных сейчас слушала, этих мастеров в ютубе, и там понятие даже такое есть, шок души, душевный шок, это, кстати говоря, бывает не только в близнецовой связи, это то, как нас пробуждают еще, да, опять же, единый творец, сам себя пробуждает, например, когда у человека трагедия какая-то внезапно в жизни произошла, потеря большая, или болезнь какая-то на грани там смертельной, это тоже может вызвать шок души, и поиск внутренний, а что же делать, а кто я на самом деле, а куда идти, как тут вообще, почему так больно, и вот это все способствует часто духовному росту, и вырбуждению, и осознанию того, что я не тело, я не личность, а я гораздо шире, и вот отношение близнецовых пламен, то же самое, там такая же динамика, я сейчас очень четко это увидела, что любимый, когда закрывается, там душа испытывает шок, душа испытывает огромную боль, что как будто часть тебя вырвали буквально с мясом, и ты начинаешь копаться, откуда, почему это, и выкапываешь эту внутреннюю программу, по сути, там часто много жизней повторяющейся, да, программу разделенности, по сути, вот программа разделенности, и это основной вирус, баг, который мешает создать вообще счастливые отношения, когда мы ощущаем себя отдельным от другого человека, от людей бывает такое, от энергии денег, от Бога, это вот оно, прикиньте, вот он корень всех зол, можно так сказать, хотя зла тоже нету, всё, есть любовь и Бог, и она может по-разному проявляться, но по сути, это вот то, что вообще приносит какие-либо печали, страдания, напряжения в жизни, всё, ты выходишь, всё больше выходишь в единство, я сейчас реально всё больше выхожу в единство, с собой прежде всего, с этой энергией, и ты становишься невоколебимой, ты становишься абсолютно уверенной, ты становишься, я стану, реально я стала гораздо, более спокойной, мы вот с семьёй, вчера ездили у меня, бывший муж Кирилл, я знаю, что он периодически, хотя мы в хороших отношениях, мы юморим, ну какие-то вещи там у меня триггерят, и тут мы так мило уже, да, я где-то поворчу, но оно уже глубоко не проникает, да, по-старому иногда, что-то я говорю, ну что ты вот так вот говоришь там, ну что ты там за политику это, какие-то вещи, что тебе там эта политика, вот, но оно уже как будто всё становится всё более лёгким, вы понимаете, все эти триггеры, кстати, вот вам настройка тоже классная, я сейчас её использую, каждый триггер – это благословение, можете записать, триггер – это то, что цепляет, да, то, что выводит из равновесия, каждый триггер – это благословение, и ведёт меня, и дальше вашу цель, ну я, например, все проговорю, ведёт меня к счастливым отношениям моим, вас может там, не знаю, наоборот, выйти из отношений к свободе, у меня на коч-группе у некоторых девушек запрос наоборот, кто давно стабильно замужем, там такие кармические браки, там где уже тяжко как-то, невесело, и секс не очень, и скучновато, и любви нету, главное, любви нету, у них запросы, наоборот, стать свободными женщинам, вот, так, о чём я говорила там, в общем, короче, да, про мужские, женские энергии, сейчас, что-то важное было, в общем, в общем, вот эти программы, программы разделения, когда мы считаем, что мы – это тело и ум, да, а, и мы, вот ещё понравилась фраза, что мы не думатель, мы же привыкли, вот с воспитанием, да, вот с этим нашим развитием, ну, матричным, ассоциировать себя с умом, с личностью, а это отдельно изначально, я отдельно что-то, а когда ты начинаешь понимать, что я не думатель, а мысли просто проплывают, как облака, я не этот думатель, я не этот деятель, оно всё случается, и ты просто наблюдаешь, и всё в тебе происходит, потому что ты – это единое сознание, то вот это истинное счастье даёт, вот оно, что вы понимаете, это даёт истинное счастье, истинное состояние единства внутри, мужчина и женщина, вот я вспомнила, да, чего она жила, мужчина и женщина внутри, тоже в единстве, они исцелённые, они исцеляются, соединяются, начинают поддерживать друг друга, и тогда ты целостная, и ты привлекаешь целостного партнёра, или твой партнёр тоже идёт в целостность всё больше, и это очень круто, вам не надо затыкать дыры друг к другу, это отношения нового времени, да, вы можете поддерживать друг друга, заботиться, мужчина может обеспечивать так же, дарить подарки, всё прекрасно, я сейчас много изучаю таких пар, вот опять же, меня очень радует, мне казалось, что это очень тяжело, если честно, вот такие новые отношения, потому что в русскоязычном пространстве, есть ещё у нас, всё-таки вот эти темы страданий, даже любимый мне тут присылает какие-то православные ролики, он у меня интересный мужчина, он увлекается буддизмом и православием, ну, такой в духовности у него тоже по верхам, там многое воплощение, явно таких духовных, религиозных, и я слушаю, я понимаю, что там есть зёрна истины, но там вот эта тема скорби, там вот эта тема страданий, ну, Господи, ну, можно же по-другому, и я вот вышла именно в теме близнецовых пламён на англоязычный сайт, там причём разные совершенно ребята из разных стран, ну, просто английский, интернациональный язык, там индианка одна живёт в Тубае, уже в отношениях, да, там ребята из Южной Африки, мы начинали, я комментирую, мне они тоже пишут, ну, это так классно, и там такие энергии, именно, что союз возможен, что вот, мы уже в паре, и там очень много это чувствуется энергии, вот, единственное, безусловно, любви и осознания того, что мы не личности, вот, и это меня очень вдохновляет, что это всё возможно, вот, в наше время такие создать отношения, дальше, напишите мне что-нибудь, что вам откликается, так, мне всё-таки хочется больше интерактива, мне хочется больше интерактива, о, Настя, мне хочется сильно тёплых отношений, в изобилии, ярких, интересных, классно, Настя, спасибо, спасибо, так, 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 хотела я вам рассказать примеры, нам, то есть, мораль, да, вот того, что я до этого говорила, что нам легче, приходит, когда мы не, мы не жаждем, мы не, не из нужды создаём, вот, да, потому что у меня было всё равно, вот, с Костей, после того, как я с Редом рассталась, мы стали чаще общаться, потом, как-то, ну, пошли вот эти качели, да, и я сейчас очень ясно вижу, что у меня была вот эта нужда, ну, вот, закрой мне там тяжело, чуть более, закрой мне эту дуру, вот, а понятно, что у него там своих защитных механизмов пытают, мы там, видимо, с ним накуролесили, я так смотрю, некоторые, опять же, на англоязычных сайтах ребята быстрее гораздо соединяются, это всё проходит, выходит в душу, в исцеление, молодые особенно, у них вообще быстро всё это проходит, они просто отрабатывают какие-то программы, да, травмы детские, там, прошлых жизней, жих-жих отработали, всё, они вместе, они классно чувствуют друг друга в единстве, такое, единое поле, ну, и дошлифовываются, а у нас явно с ним мы там понабирали всего, я так смотрю, годы, ну, с другой стороны времени нету, поэтому какая разница, так, дальше, короче, примеры, какие были у меня, например, приходит девушка на сессию, и мы смотрим, запросы в основном по личным отношениям идут, приходит девушка не в отношениях, было тяжёлое расставание, ну, мужчина слился, скажем так, мужчина вроде как был достойный, и при деньгах, и ухаживал, и всё, и планы уже были, чуть ли там, семью создавать, жениться, конечно, женщина открывается, начинает себе, ну, рисовать картинки прекрасного будущего, а мужчина вдруг, что-то как-то уезжает в командировку, и там, похоже, вот она ходит, и как-то некрасиво ещё сливается, без объяснений, но это мужские, на самом деле, это взаимный танец, конечно, да, и мы стали смотреть её внутренние, мужские, мужско-женские энергии, мужские-женские, да, входим в фигуру внутренней женщины, потом внутреннего мужчины, и, конечно, там зеркальность, да, потому что внешне отыгрывает внутренняя, женщина там была обижена, да, в состоянии сильно обиды, а обида, кстати, это ещё детская реакция, то есть это ещё и травмированная внутренняя девочка, плюс там было состояние и превосходство параллельно над мужчиной, что, блин, ты какой-то слабак, я тебя духовнее, умнее, мудрее, и, ну, такой, для сверху, вот, вот, и при этом ещё обиды и состояние жертвы, вот такой конгломерат, да, потом заходим в мужчину, да, это как расстановка в виртуальном пространстве происходит, да, я вам помогаю, у всех всё получается, если вы такого не делали, вдруг кто будет слушать, не бойтесь, прекрасно получается, у мужчины состояние тяжести, зажатости, и злости на женщину, и закрытости абсолютно, неготовности вообще никак взаимодействовать, смотреть на неё, всё, и в итоге мы начинаем исцеление, мы начинаем добавлять ресурсов, мы начинаем программы родовые как раз завершать, которые привели вот к этому, много всего повыкапывали, и в конце мужчина ожил, пошла энергия, появился интерес, завершили вот эти истории, и он вообще превратился уже, если вначале он был похож на бывшего, то потом это стал просто её уже мужчина, по-другому выглядеть, и готовый к отношениям, со здоровой энергией, вот, и понятно, что надо ещё, это не то, что волшебная таблетка, за раз мы сделали, и вот оно материализовалось, хотя так тоже бывает, почему нет, там ещё, да, вот почистить, вот она, возможно, пойдёт ещё на энергию флирта, да, доработать, закрепить новые состояния, новые связи, но в любом случае уже очень большой шаг, да, и освобождение вот от этого состояния, маленькая жертва и обида, и при этом я умная, это детско-родительские, кстати, всё тема, и мне писали в Телеграме, попозже, наверное, отвечу, да, тоже Анастасия, по-моему, что детско-родительский сценарий отыгрывается с мужем, это всё негармонично, это всё старые программы, когда мы то в ребёнке, жертва обиженная, брошенная, то я мамаша, я тебя умнее, мудрее, и вообще ты какой-то мелкий слабак, прикиньте, это частая история, и она не даёт счастья, потому что счастье даёт отношения на равных, когда двое взрослых, взрослое женское, зрелое, и взрослое, зрелое мужское, мужское, вот, кстати, тут любимого тоже заметила, тоже интересный момент, может, меня будет слушать, кстати, тогда привет. Я всё рассказываю, ну, конечно, без совсем личных подробностей, фамилий и прочее, но у меня такая энергия делиться, она этим самым идёт трансформация, и у меня, и у всех, кто слушает, ну, кто готов, да, обращайте внимание, когда вы знакомитесь с мужчинами, где-то на сайтах знакомств, в соцсетях, как у мужчины написано имя, если он там Серёжа, или Серёжка, или Серёженька, это ещё детское, детское подростковое состояние, Ваня, взрослая мужская энергия, это Иван, Сергей, и вот у меня только недавно, я смотрю, у Кости появился в телеграмме там, профиль Константин, ну, Боже мой, неужели, неужели, мальчик взрослеет, это я с любовью говорю, мы все, видите, такие немножко недозрелые, были, были, ну, это же тоже влияет, семейная родовая история, там карма, всё это накладывает, так вот, ещё клиентский случай, тоже без имён, да, тоже на недавней сессии, там девушка в отношениях пришла, но отношения непонятные, мужчина особо не заботится, хоть и занимается ремонтом, но ей с ремонтом помочь не хочет, денег особо никаких не даёт, ещё там была какая-то тема, он у неё вроде жил, даже за квартиру, говорит, а что я буду, у меня есть своя квартира, за которую мне надо платить, прикиньте, но опять же мы не осуждаем и даже не смеёмся, хотя я в принципе люблю посмеяться, потому что эти человеческие игры в каком-то смысле для единого сознания, ну, они смешны, да, хотя иногда в них много и боли, и прочего, так вот, у неё была, ну, трагическая ситуация в жизни, подробности не буду рассказывать, не так давно, и, конечно, там тоже был и шок души, и детская травмированная часть, и ей просто хотелось, какого-то человека рядом, было тяжело очень быть одной после потери близкого человека, и по сути, она подсознательно искала себе папу, и она нашла папу, но при этом папа такой, который мог быть рядом, заниматься сексом, тоже не очень понятно каким, ну, просто какой-то вроде как душа рядом есть, да, как-то в поле есть, и полегче, вот, при этом, что обнаружилось, конечно же, что, когда мы хотим привлечь папу, привлекается мужчина, который хочет привлечь маму, по принципу подобия, и мужчина, который считал внутренне, что женщины ему должны, что, в общем-то, женщина должна его поддерживать, помогать, а он ей ничего не должен, любить, сексом заниматься, да, ну, как-то его, да, да, и это, по сути, детская тоже позиция, ну, кроме секса, но секс, он там тоже был такой, по ее словам, непонятный очень, то есть, в итоге, что, мужчина тоже в детской позиции, он хочет мамочку, которая будет его холить, лелеять, игреть, обижать, а маме уже дети особо ничего не должны, вот, и в итоге мы тоже стали смотреть на все это, конечно, через внутренние фигуры, зашли в женщину, в мужчину, мужчина там выглядел такой, типа, гнул пальцы сначала, я тут король, мне все подавайте, вот, мне тут женщина должна, ты какая-то тут серая мышка, ну, ладно, я с тобой побуду, женщина при этом действительно ощущала, внутренняя женщина себя серой мышкой, ниже мужчины, какой-то недостойный, вот, и в итоге все мы это тоже исцеляли, и после наполнения, наконец, у них пошло нормальное взаимодействие, вот, мужчина тоже преобразился, а, и кстати, ну, она мне еще до этого, нет, она мне рассказала на этой сессии, а до этого у нас тоже с ней была сессия, мы там знакомились, немножко прикоснулись, она сказала на тот момент, что секс стал, мужчина не стал складываться, ну, хотя бы секс стал гораздо лучше, видимо, он что-то почувствовал, вот, а после этой сессии она мне, кстати, написала сообщение, тоже вас сейчас повеселю, потому что оно веселое, вот, а, и тоже был вопрос опять же, что делать, надо ли расставаться, искать другого, или с этим, ну, мы решили, что резких движений она не будет делать, она, конечно, сама решает, но я говорю свой взгляд, я говорю, если у тебя сейчас вот есть такая ситуация, ну, что, тренируйся, может быть, он по принципу зеркала у тебя и тоже возмужает, или же нет, он просто отпадет со временем, и найдется более интересный вариант, так, вот смотрите, напишите мне в телеграмчике, что-нибудь еще, пожалуйста, что вы тут, и вам интересно, Таня вижу, еще Таня подсоединилась, да, вижу, что вы есть, так вот, сейчас прочитаю, я на скринах сохранила, очень, знаете, настолько, это, почему я редко смотрю кино, потому что, каждая сессия, каждая группа, общение, это отдельное кино, и сама жизнь, настолько она, знаете, сейчас волшебная, вчера нам такую радугу показали, с детьми, с Кириллом, просто вау, выложила в телеграмчике, тоже, так, вот смотрите, а, вот, Настя, привет, сегодня созваниваю с этим мужчиной, говорю, мне бы очень хотелось, то есть, а, вот она, кстати, после, сейчас, после этой, сейчас, где-то был, ну, в общем, в конце вот этой сессии, да, расстановки, у этой прекрасной девушки состояние встало именно любви к себе, состояние, ну, прям такой, уверенности в себе, расширения, состояние женской силы, сексуальности, флирта, то есть, просто, а, ну, вот она мне писала тоже, Настя, спасибо за вчерашнюю сессию, проработали отношения с мужчиной, затронули самооценку, родовые программы, супер, самое главное, я впервые почувствовала, что значит быть счастливой, божественной женщиной, оказывается, просто не знала, как это, фокус держу, ощущения шикарные, то есть, важно выйти в состояние достоинства, женской силы, целостности, что вау, всё, и это получается сейчас за одну сессию, понятно, важно это подкреплять, но уже есть ощущения в теле, то есть, оказывается, просто не знала, как это, потому что мы ещё в теле простраиваем, в чувствах, нейронные связи простраиваем, как это вообще ощущать себя, счастливой, божественной женщиной, представляете, а многие живут вообще не имея таких ощущений, таких нейронных связей, вот, и дальше нам, в общем, созванивались с мужчиной, говорю, мне бы очень хотелось, чтобы ты пригласил меня на свидание, а мужчина отвечает, конечно, но у меня так ещё не было, я почитаю, что значит ходить на свидание, человеку 48 лет, у меня уже включился плирт и любопытство, в общем, это просто, я посмеялась тоже, и, ну, это реалии жизни, вы представляете, мужчины некоторые, кто застряли вот в этом детско-подростковом состоянии, они реально могут не знать, как ухаживать за женщиной, у них просто может не быть таких программ, они где-то в теории могут знать, там, из фильмов, но это не воплощает в реальность, по крайней мере, мужчина уже не стал говорить, нет, ты чего, оборзел, сказал, что мне надо почитать, что значит ходить на свидание, вот, так, ладно, на чём я остановилась, дальше, ещё тоже, последний, наверное, пример, у меня много очень сейчас, конечно, не со всех даже отзывы беру, просто кто-то приходит, мы работаем, и всё, но мне очень нравится, я знаю, что я свою карму очень улучшаю, помогаю другим женщинам становиться счастливыми, я сама становлюсь уже реально всё более счастливой, мне уже, вот я всё больше в состоянии, кайфа, целостности, кстати, проводила тут базовый курс по тетахевингу, и у меня участница спросила, Настя, но ты не страдаешь, что ты сейчас вот не замужем, да, сейчас вот без мужа, я реально осознала, честно, что это моя правда сейчас, что я вообще сейчас не страдаю, я была дважды вполне успешно замужем, первый раз там трэша много было, но в целом я всё равно довольна, что детки прекрасные, дружим с первым мужем, с Кириллом, второе тоже, ну, вот отношения, как замужество, да, мы во Франции были зарегистрированы, ПАКСом, тоже ещё лучше, ещё класснее, очень много опыта я получила, это здорово, и это хорошо бы, конечно, если есть план души, каждой женщине, ну, в принципе, испытывать, как это длительное отношение с мужчиной, и сейчас я уже хочу просто, вот, планка ещё выше, да, я хочу вот теперь, не хочу понижать планку, даже, ну, с Фредом было круто, здорово, но это уже тоже, ну, всё, не устраивает, да, я хочу духовно-земной союз, да, то есть где и духовное совпадение, и энергетическое, и сексуальное, и, ну, в земной реалиях, в земных реалиях мы тоже вместе, но это вот любовь, главное, безусловно, любовь, неусловно любовь, какая всё-таки у Фреда была, он любил меня, да, был очень привязан, но он там держал меня, это условно-любовь, когда вот так вот, хорошо, а вот ты одна куда-то хочешь полететь в Мексику, или сходить на телесные практики, там будут мужчины, нет, так нет, мне будет неприятно, больно, и всё, и тут же условия, и тут же, ну, вот, жёсткость, причём какие-то вот именно, что мешает, и что, получается, ему вымешал, да, что именно жёсткие это эго-программы, вот нет, здесь я никак не изменюсь вообще никогда, вот всё так вот, ну и всё, и уже люди не могут, так, дальше, ну, последний примерчик, это тоже девушка, тоже у неё, она пришла на сессию, нет отношений сейчас, да, были какие-то всё негармоничные отношения, был единственный хороший, заботливый мужчина, который ушёл в мир иной, это тоже, тоже как-то травмировало, ну, скажем так, душевно, и в итоге мы смотрим мужские, женские фигуры, и женщина выходит сначала такая властная, сильная, довольно в каком-то народном таком костюме, наполненной энергией, но у женщины обида на мужчину за то, что он её не поддерживает и не помогает, вот, мужчина где-то там есть, но в слабой позиции, дальше мы заходим в фигуру мужчины, и что там выясняется, мужчина вообще как застывший, энергия застывшая, энергия не течёт, жизни как будто нету, внутри тяжесть, состояние безысходности, как такое, некоторое даже как отупление, что ли, вот, и мы много, конечно, сделали там шагов, по исцелению, опять же, завершение родовых программ, через метод легализации правды, через тета-хилинг, почистили, через тело, да, в теле тоже разные ощущения возникали, у неё, кстати, интересный был момент, когда вошла в мужчину, там сильно какая-то боль в шее, и она мгновенное исцеление получила, там мы привлекли ресурс определенный, и она такая, Настя, а что так бывает тут же сразу, да, трансформации идут быстро, и в итоге энергия потекла, мужчина с женщиной стали больше в балансе, в гармонии, и тоже был интересный момент, что вошли, когда опять в фигуру, мы обычно на сессии переходим в мужскую, женскую вот так вот части, да, и когда она вошла в женское снова, и при этом мужчина уже более активный, наполненный жизнью, деятельностью любящий, женская захотела расслабиться, стать более такой расслабленной, но возник страх, а можно ли, а как это, и тоже мы там делали исцеление, трансформации, чтобы позволить себе, как женщине, просто расслабляться, и принимать любовь и заботу, получать, это тоже важно, это тоже старые программы, особенно на постсоветском пространстве, да, опять же, я смотрю, все-таки сейчас много, когда англоязычных сайтов, по моим ощущениям, по крайней мере, то, что мне попадается, там лучше у многих мужской энергии, опять же, возможно, потому что не было таких травм коллективных, как у нас революции, репрессии, а потом Великая Отечественная война, сколько мужчин, да, здоровых, да, пострадало, погибло, сколько в лагерях сидело, да, это огромная травма мужского, поэтому, ну, мне кажется, сейчас даже обижаться на мужчин-то смысла нету, просто они несут, да, несли вот эти все коллективные травмы мужского в нашем постсоветском, да, там русскоязычном, славянском пространстве, потому что я смотрю, там англоязычный, там, ну, ребята из разных стран, там, кто поездил Рика, ну, да, там совершенно разные страны, и там мужская энергия, как будто там сердце легче они открывают, особенно кто южный, да, вот там в целом с этим легче, часто, ну, такие открытые и готовые к росту, к обучению, причем некоторые там ходят к женщинам обучаться, ну, у нас это как-то реже, вот, ну, ничего, у нас тоже все будет прекрасно, так вот, в общем, в итоге в конце, да, тоже исцелили все, и уже контакт классный пошел, мужского и женского интереса, друг другу любовь, там прям такой, какой-то взаимный танец, вот, вот, так, так, дорогие, вы еще не устали? еще, мне кажется, половину даже, я не рассказала из того, что хотела, уже час, я планировала эфир часа на полтора, но максимум два, напишите вы тут, как вы там, что вам откликается, как-то меня поддержите, пожалуйста, чтобы я не чувствовала себя отверженной и неуслышенной, так, так, интересно, кто в контакте, мне не видно, кто смотрит, но кто-то смотрит, это тоже радует, конечно, в общем, все интересно, откликается, спасибо, Леночка, что дальше, это про мужской, про мужскую женскую энергию, а, вот, дальше, давайте, сейчас я расскажу немножко, как раз, еще приведу примеры девочек, результаты, и отвечу на вопросы в Телеграме, я создала два чата по интенсиву, они такие, там информация, опять же, чтобы вы не потерялись, и там можно писать ваши вопросы, в Телеграме мне уже написали вопросы, в ВКонтакте пока нет, ну, если хотите, да, то есть там можно поближе со мной пообщаться, может быть, кому-то голосовыми отвечу, на эфирах, опять же, да, в понедельник будет эфир, могу ответить более прицельно на ваши вопросы, запросы, вот, и, конечно, буду с радостью видеть вас на группе, да, группа, которая на месяц, давайте немножко про группу сейчас скажу, вот, пока вы пишите обратную связь, Света пишет, слушаю, одновременно рисую нейрографику, супер, смотрите, про группу, сейчас откроем, это будет месяц прекрасной, кайфовой работы с собой, для тех, кто, там, две группы, да, есть, кому может пригодиться эта группа, для тех, кто хочет познакомиться с адекватным, интересным, активным, там, заботливым, любящим мужчиной, ну, и, в принципе, легко получать мужское внимание, поддержку, кайф и удовольствие от общения, ну, те, кто хочет, в принципе, покайфовать в общении с мужчинами, как вам вот хочется, это свидание приятное, это забота, это подарки, это помощь какая-то, вот, в моей реальности, да, я когда знакомилась, у меня в прошлом году было неплохое знакомство, а мужчина из Ломоносова, не мой герой, но у меня когда есть уже один герой, сложно что-то, но поскольку с Костей мы пока не в отношениях, мы вообще общаемся, да, но мы пока не объявили себя там парой, и у него еще есть задачи, и, ну, как бы, да, это все, как он мне говорил, всему свое время и свое развитие, я, конечно, тогда злилась, и стопала ножкой, как девочкой, типа, почему не сейчас, почему не решить это все прямо сейчас, но сейчас я стала, немного мудрее, и поняла, что, как это, негоже давить вообще на мужчину, это ни к чему не приводит, а он только отгораживается, и сейчас я принимаю его подход, у него есть еще свои кармические задачи, которые ему важно разрешить, когда он мне говорил, да, всему свое время, всему свое развитие, окей, но в любом случае я знакомилась, в прошлом году мы путешествовали классно, на машине, хороший мужчина, заботливый, рестораны, поездки, прогулки, в этом году у меня тоже были свидания, у меня был вот последний из кавалеров, Алекс, который помог мне очень прекрасно, велосипед купить, да, повозил, целый день вложил, потратил, да, на то, чтобы вот Насте выбрать хороший велосипед, да, и помочь, ну, в общем, какие-то еще он тоже красивые места показывал, и у нас не было, не пошло куда-то, далеко, да, не зашли отношения, ну, и к лучшему на самом деле, вот, но, вы знаете, очень приятно получать просто даже мужскую заботу, мужское внимание, вообще не вижу ни в этом ничего плохого, опять же, не значит, что со всеми надо прыгать в постель, хотя, если хочется, то тоже почему нет, это все оценки ума, плохо, хорошо, ну, вот, это я про курсы начала рассказывать, и также эта группа, да, эта группа, энергия флирта, с 11 августа мы стартуем, для тех, кто уже в отношениях, и хочет добавить в отношениях, огонька, страсти, любви, нежности, вот, ощущать себя более ценной, любимой, желанной, в глазах своего мужчины, и самой себя, конечно же, вот, приходите исследовать, играть, и творить свою реальность, и смотрите, что будет в программе, два созвона в зуме, так же, как вот в текущей группе, у нас сейчас вот закончилась, любовь плюс деньги, да, кстати, кто у меня был, девочки, я буду благодарна за отзывы о группе, да, что вам откликнулось, что, какие изменения вы почувствовали, мне, конечно, уже многие писали, и в процессе, и после личных сессий, да, я рада, уже вижу подвижки, ну, так же, если будет какой-то обобщенный такой у вас анализ, тоже будет здорово, вот, я не перегружаю, да, хотя, опять же, кому-то и 4 вебинара в записи много, да, и 2 онлайн, но, в любом случае, у меня нету какой-то гонки, абсолютно в женский работаем, в комфортном темпе, все записи у вас остаются, чат остается, ну, по крайней мере, на какой-то там месяц, два точно, вот, значит, помимо двух созвонов в зуме, это около двух часов с практиками, глубокими переработками ваших запросов, да, одна сессия личная со мной, около часа по вашему запросу, где при желании вы можете как раз делать вот это исцеление мужских и женских энергий, вот, можно по любому другому запросу будет обратиться, работаю практически со всеми запросами, вот, и будет 4 вебинара в записи, классный очень вебинар, вообще мне нравится, парад поклонников, и там же освобождение от родительских сценариев в отношениях, парад поклонников, это расстановочная такая штука, где каждый делает себе расстановку, это все у всех получается, и вы просто встраиваете в себя то, что у вас есть поклонники, есть мужчины, которые вас заботятся, если вы хотите, если вы замужем, возможно, вам не надо, вы там проразительские сценарии проработаете, да, только момент, вот, а кто не замужем, или если, ну, непонятные отношения, да, тоже, то парад поклонников организовать себя всегда классно, на мой взгляд, и это самооценку прокачивает, самоценность, да и просто мужская поддержка, когда есть, когда можно, поломка какая-то, что-то случилось, можно позвонить просто мужчине, и попросить помощи, вот, дальше, флирт, следующий вебинар будет флирт, подарки отца и мужчин, мы там активируем энергию подарков, даже если вы с папой не жили, кстати, у меня вот одна из девушек тоже на сессии, рассказывала себе, говорит, а папы у меня не было, значит, папы у меня не было, отслеживайте, пожалуйста, что вы говорите, потому что слова имеют значение, если женщина говорит, ну, или кто-то говорит, что папы у меня не было, это сразу искажение реальности, и отрицание, там, кстати, мы вышли на то, что было сильно отрицание вообще мужской энергии, вот, ну, и она, соответственно, и жила, и в жизни получала, что папа рано ушел из семьи, отчим алкоголик, тоже проблемы сплошные, вот, и, ну, это родовая история была, как раз таки мы ее тоже завершали, папа есть у всех, даже если это, как это, искусственное, да, оплодотворение, все равно есть некий генетический материал от отца, ой, капнула на тетрадку, так, дальше, 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 ну, в общем, энергия подарков, она очень классная, и особенно для тех, для всех хороша, но особенно для тех, у кого привычка, я все сама, программа, мало, вы получали действительно заботы, подарков от других мужчин, простраиваем это все в нейронных сетях, и потом оно начинает происходить в реальности, я в свое время делала так, простраивала, и очень много вот от второго мужа получала заботы, подарков, путешествий, всегда выбирал все очень качественно, приучил меня, кстати, к качественным путешествиям, отелям, виллам, к качественным украшениям, да, дарил мне хорошие, к качественной одежде, ну, такой, другого немножко уровня, вот, так что так, дальше, 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 вот, кстати, классный вебинар будет, инструкция по обращению со мной, это всем полезно, и кто в отношениях, и кто нет, потому что вы там сами определяете, и прописываете, что вам важно получать, какое отношение вам важно получать, что вам категорически не нравится, и вы не приемлете, и нарушает ваши границы, особенно, если вы в процессе знаком с мужчинами, там важно четко знать, чего можно, чего нельзя, и мы коллективно это потом тоже докручиваем, вот, да и те, кто в отношениях тоже, и это тоже простройка нейронных сетей, и когда вы четко понимаете, прямо по деталям, как с вами можно, как нельзя, как вам важно, что вам было, например, мне не супер важно, но я люблю, когда мужчина дверь открывает, и вот, ну, даже последний, ну, с Алексом общались, там, он не постоянно, он сначала этого не делал, потом как-то оно, там, один раз не делал, а как-то я так просто легко намекнула, и он постоянно стал выходить, открывать дверь, и придумывал какие-то веселые даже, там, моменты, зачем ему надо открыть дверь, ой, зеркало тут надо поправить, и не означает, типа дверь открывать, ну, это приятно, я на этом не зациклена, кстати, мои что-то мне дверь не открывают, сын, надо тоже, хотя я на этом не зациклена, но это приятно, это вот такие моменты, да, энергии королевы, достойной женщины мы прокачиваем, хотя иногда открывают, сейчас вспоминаю, действительно, Кирилл, в общем-то, у него есть этот джентльменский, такие настройки, дальше, и последний, очень вкусный вебинар, это тантра, там будет тантрическая практика, секс и деньги, вот там эти сферы прокачиваем, потому что энергия удовольствия, особенно для женщин, она реально связана с деньгами, и вот деньги для женщины, очень хорошо, когда зарабатываются, не на напряженных женских аспектах, типа я амазонка, или же внутренний мужик, такой еще иногда, ощущается, и женщина может сама говорить, да я баба с яйцами, да я как мужик в юбке, а тут все тащу, тяну, и это истощает женщину, классно, у меня сейчас так все больше получается, когда деньги приходят просто из расслабленности, из удовольствия, я сейчас веду эфир с удовольствием, я не суетилась особо, ну встала, вырзнулась там, свои дела с удовольствием поделала, ванночку приняла, вышла в эфир, и классно, и вы мне донейшены потом переведете, кто-то на курсы запишется, на группу, и прекрасно, и так женщина может зарабатывать, каждая в своей сфере получает доходы, мы кстати завтра на шаманский выезд едем, группа набрана у нас прекрасная, даже больше у нас где-то 5 машин, кто у меня раздумывал, там по-моему дай бог одно место осталось, те, кто нам долго думает, вы уже можете не попасть, и тоже и доход, и радость, на место силы мы едем под Питером на Дудерговские высоты, к волшебному камню, так, что еще, это я вам про курс рассказываю, в общем, чат конечно же будет, обратная связь по практикам рисунка, легкие трансформации, мощное теплое групповое поле, месяц веселья, игры и осознанности, дружба с миром, с мужчинами, а главное, с самой собой и с творцом, вот, стоит это все очень бюджетно, входит туда, стоимость есть у меня и в ВКонтакте, и в Телеграме, спрашивайте, если что, да, то есть, учитывая то, что входит туда моя личная сессия, которая сейчас стоит 12, вот, а курс стоит там минимально, ну, в общем, 16-18, в зависимости от того, чем быстрее оплатите, тем бюджетнее и экономичнее получается, вот, так что, а те, кто у меня на предыдущей группе, вам еще чуть поменьше, да, так же, как и было, 15 за прошлую группу, вот, это буду повышать, сейчас лето просто, я понимаю, что народ, многие где-то в отпусках, в гуляниях, и не все настроены прям на работу, но это реально ценности выше гораздо, вот, ну, все девочки, давайте вам, кстати, хотела вас вдохновить немножко, тут кто мне писал, да, после работы, особенно после индивидуальной, сейчас, а, вот у меня, кстати, кто-то из девочек, уже на текущей, вот только прошедшей группе, стали регистрироваться на сайтах знакомств, вот с одной девушкой тоже мы работали, она, когда-то там была, ну, какой-то неудачный опыт, нет, все вышло, и хочется вроде с мужчинами общаться, а на сайт вроде как и не знаю, и опасаюсь, и вот мы поработали, и она, значит, написала потом, да, я зарегистрировалась в чате у нас, у меня было такое сопротивление, то времени нет, то ноут ломается, я все откладываю, но все-таки зарегистрировалась, вы понимаете, и в группе это легче, в одиночку, ну реально, если у вас сопротивление, вот так сидите в этом сопротивлении, вот, а так гораздо легче и веселее, радуюсь, что дочка попробовала со мной рисовать, она скептически относится к моим занятиям, что-то ее заинтересовало, обратилась за помощью, стала получать знаки внимания от мужчин, это прогресс, самое главное, я заметила, что моя жизнь стала насыщенней, насыщенней и интересней, я создаю новую реальность, она мне нравится, это просто в чате писала она у нас, вот, еще, тоже, вот, из последней группы, да, мне очень понравилось, было весело, интересно и полезно, это после сессии личной, тоже девушка пишет, настроение отличное, я словно отпустила тележку, которую тащила за собой, и сняла защитный комбинезон, ощутив всем телом любовь творца, Настя, спасибо за чудесную встречу, за общение, за разбор, это самое важное на самом деле, ощущать внутри вот эту любовь, и это по сути, сейчас, давайте небольшой перерывчик, я сейчас долью водички, хорошо, буквально полминуты вернусь к вам, сейчас, я не выключаюсь, сейчас приду, я не выключаюсь, Продолжение следует... 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 да, вот всё, мы начали общение, уже вошли в контакт, сексуальная энергия запустилась, раскрылась, и вдруг мужчина в отдалении. И если мы не умеем этим всем управлять, не умеем в баланс возвращаться, регулировать, то у нас и появляется, да, вот такая тема догнать, да, как-то догнать, выжить что-то там, извне получить, извне удовлетвориться. Это, конечно, тоже прекрасно, но это так не работает в глобальном смысле, да. Всё равно, вы понимаете, мы не можем управлять другими людьми, да, человек может в командировку уехать, и ещё мы страдать будем, человек может вообще развернуться, в другие отношения уйти, человек может всякое заболеть и не давать нам вот то, что нам хочется, нам хочется. У него могут свои программы включиться, у него могут свои процессы трансформации включиться вот сейчас, да. Я, например, понимаю, что у меня, у любимого, почему я уже спокойнее, у него идёт, ну, мощный процесс невростой явно, трансформации выхода из эго программ, а там мужчине ещё сложнее, это всё. А он хоть и занимался практиками, но эго-то там тоже такое. Ого-го! Вот. Так. Энергетические, вот ещё из последней группы, энергетические практики по последнему вебинару. Огонь. Тантру сделала два раза, да. Тантру у нас будет немножко другая, вот на этой новой группе. Кайф. Подарок по разгону блоков. В теме богатства приняла своего надзирателя, жадину, цербера и подавляющего императора. Внутренние части, да. Потворила цветом. Очень понравилось внутреннее настроение. Игры. Уходит вина и осуждение. Растворяется. Буду ещё повторять. А ещё на этой программе почувствовала и высказала мужу желание. Желание. Хочу дачу на море. И сегодня муж пришёл и показал вариант. Я охренела от счастья. Так быстро и просто. Настя, ты гений. Да, мы все гении. В общем, какие-то, да, много отзывов. Вот ещё девушка тоже на текущей последней группе познакомилась с мужчиной. Настолько духовно близкий человек. Сама в приятном шоке. Настя, это улёт. Сижу и плачу. Там у кого-то с родными отношения налаживаются. Вот. Мягчеет во мне что-то. Сердце потихоньку открываю. В общем, Настя, спасибо за бережность, принятие моих яростных энергий. Вот. Такое тоже бывает. Это в личке, да, там девушка мне сначала проявила некоторое недовольство, и мы всё это разрешили. Я рассказывала где-то в Телеграм тоже. Настя, благодарю за разбор по косточкам. После него ещё колбасила. Текли слёзы и догоняли инсайты. Ну, разбор, он, я мягко делаю, да. Это не то, что я довожу кому-то до слёз, я думаю, вы чувствуете и понимаете. Просто да, бывает такое, что на сессиях вскрываются глубины нарыва, травмы, и, ну, человек плачет. После него очень захотелось подстричься, изменить образ. Вчера я это сделала. Полный восторг. Такой прилив энергии и счастья. Сегодня нарядилась и пошла выгуливать, и отлюбливать свою королеву. Ресторан ювелирный. О, какой же это кайф. В общем, много-много очень обратной связи. Я не всё успеваю там помещать. Опять же, это всё. Но всё работает. У вас, как обычно, да, два пути. Можно самостоятельно, долго и медленно, и часто это не очень весело, а можно в компании со мной, с другими нашими девочками прекрасными. Это эффективно, это быстро, это сразу такой переход на другую уже ветку реальности, по сути. Сейчас квантовые переходы, квантовые скачки – это обычное уже дело. С грамотным проводником это происходит быстрее. Вот, поэтому всем рекомендую, будут вопросы, пишите в личку, кому откликается, кто не видит, где условия. Условия группы «Энергия флирта» в Телеграме и ВКонтакте у меня на странице. Я, наверное, закреплю сейчас после эфира, закреплю постик, да, про группу. Приходите, в общем, участвуйте. Много времени не занимает, но перемены глобальные. Смотрите, дорогие, гейшу, любовницу, давайте мы сделаем уже, наверное, на следующий раз, потому что мы уже сколько, мы начали в 10.30, полтора часа. Напишите мне тоже, как вы сейчас. Я посмотрю, что я могу, может быть, что-то ещё напоследок вам сказать из того, что я не сказала. А, вот, давайте я отвечу на вопросы в Телеграм. Вот, точно то, что я ещё хотела. А остальное, мне кажется, вот у нас, смотрите, в понедельник сделаем тогда гейшу или же это любовница. Даже кто-то, если делал со мной, повторять всегда полезно, потому что вы посмотрите, в каком состоянии это ваша часть сейчас, часть, женская часть, отвечающая за наслаждение, за кайф, за уход за собой, за своим состоянием, за своим телом, за сексуальность в том числе. И это всё энергия гейши, это расслабление, это принятие, это такая вкусная, манкая женщина. Этой энергии часто мужчинам не хватает, и они очень за ней так охотятся, ну и любят её. Именно женщина в кайфе, в расслаблении, в спокойствии, в любви, конечно же. Вот, поэтому с гейшей мы поработаем. А что ещё я хотела вам дать в понедельник? Сейчас гляну. Так. А, я ещё хотела, классная такая тантрическая тоже практика, огонь любви. Тоже когда-то её давала, она будет обновлённая уже. Это выжигание, это уже работа, будет общение с внутренним мужчиной вашим, и это будет такая работа магическая, мистическая по выжиганию, огнём любви. И всего, что мешает соединению, да, вас с вашим истинным мужчиной, партнёром, ну для мужчин с женщиной. Кстати, мужчинам тоже полезно делать такие практики, вот, общаться со своей внутренней женщиной. И я сейчас интересно, кстати, наблюдаю, вижу, как у мужчин с женской энергией, это тоже видно и проявлено, как они контактируют с женской энергией. И это отражается, конечно же, на том, как они контактируют с внешними женщинами. Вот. Но здесь мы мужчин никак не справляем, просто когда ты этим занимаешься, это всё чувствуешь, с тонкими планами много взаимодействуешь. Ну вот с этими тонкими структурами, то видно, как у других тоже. Кто-то там из мужчин бывает озлоблен на женскую энергию. У многих мужчин она подавлена, как будто в чулане сидит, а это вот как раз мужчины такие зажатые, там могут быть в ответственности, в какой-то жёсткости, в правильности, и плохо чувствуют. Это вот слабый контакт со своей же женской энергией. У мужчин, у кого она, кто вошёл в контакт, у кого-то опять же это от воспитания зависит, может, и с детства бывает, что это есть, да. Это открытое сердце, как правило, это чувствительность, это понимание женщин, чувствование женщин, вот. Это при этом там может быть прекрасная мужская энергия. Это такой мужчина в балансе. Очень приятно с такими мужчинами общаться, просто быть в их поле. Наверняка вы тоже знаете, вот. Так, к чему это я? А, в понедельник. В общем, мы сделаем понедельник. Приходите, всем вечер на эфирчик, делаем огонь любви, стратегии, всем стратегии для проявления счастливого союза в реальной жизни. Блин, опять я много запланировала. И принципы манифестации воплощения желаемого для женщин. Хотела поделиться еще словами, ключами для легких манифестаций. Ну, посмотрим, если все не успеем, сделаем остаток, ну, что не успеем, уже на закрытой группе, там. Это, считайте, открытый у нас интенсив. Напоминаю, что условие донейшн. Вот, на любую сумму. Так, мужчина, кстати, смотрю, пишет ВКонтакте. Интересно. Женскую энергию, такую энергию отношений запускаем. Мужчины активно стали писать. Так, сейчас открою Телеграм и отвечу на парочку вопросов. Значит, напоминаю, Телеграм я сделала отдельный чат. Ссылка есть в канале, называется «Энергия отношений». Так, сейчас его найду. Вот. А, Настя, повтори, пожалуйста, фразу про триггеры. Это. О, да. Фраза про триггеры. А я сделала трансляцию в этом. А, у меня трансляция, я запустила, блин, не в большом канале. Я хотела в большом канале. Все, так получается. Ха, ну ладно, выложила. Я хотела трансляцию сделать в большом канале, а я ее сделала в этом чате маленьком. Поэтому вас там мало. Настя, конечно. Так получается, что ли? В общем, ладно, я запуталась. Почему? Ладно, не суть важна. В общем, фраза про триггеры. Каждый триггер – это благословение и ведет меня к, например, к счастливым отношениям. Любой триггер, погода плохая вас там бесит, не знаю. Кто-то вам что-то сказал на улице, в транспорте, вы почувствовали раздражение. Мама позвонила, чем-то грузунула. Это все триггеры. То, что нас типа вывозят из спокойствия. И тогда мы говорим фразу «каждый триггер – это благословение». Каждый триггер – это благословение и ведет меня к единству. Ну, не к единству, а к своей цели. Можно как к единству. Это такая глобальная цель, в принципе. Можно к большим деньгам. Можно к счастливому союзу, к счастливым отношениям. Можно к новому большому дому. И прикиньте, вы тогда вот энергию, вы не сливаете энергию на раздражение, на еще на что-то, а вы просто «опа, что-то меня садило, классно!» И это тоже ведет меня к реализации моей цели. И это тоже меня ведет к воплощению моего желания. Понимаете, в чем суть? Вот. Так. В общем, смотрите, вопросы. Закончу и пойду кушать, а то я не позавтракала. Я приняла ванночку с утра, так тут подготовилась. Решила, что все-таки в торопях завтракать не буду. А я сейчас выхожу на балкон. Классно, лето вообще. Кушаю на балконе у себя, любуюсь зеленью, деревьями, слушая птичек. Вот она, гейша, да? Не обязательно мужчина должен быть рядом, а ты сама с собой. Вот я уже сейчас... Энергии гейши пошли. Уже начинаю предвкушать. Вкусный завтрак. Мне ягодки. Вот девочка-клиентка принесла из сада своего. Я сделаю кашку. Так. Это у меня мечты понесло. Кашку с ягодками. Вкусную. Это потом зачем понесло? Чтобы вот это вот состояние... Кстати, интересно, у меня у самой сейчас меняется состояние. Я же была такая более деловая. Все, надо рассказать успеть. А сейчас под конец пришло состояние. Энергия про гейшу, кстати, когда заговорили. Вот я чувствую, как у меня начала гейша больше включаться. Уже не Настя мастер тут, ведущая эфира. А Настя такая наслаждающаяся женщина, которая может прям вкушать и смаковать момент. Вот давайте посмакуем прямо сейчас момент. Вы слушайте. Кто-то рисует нейрографику. Кто-то кушает, может быть, как раз там пьёт чаёк. Кто-то гуляет. Кто в записи будет слушать, тоже вот поймайте сейчас состояние момента. Если вы мужчина, у вас тоже есть внутренняя гейша, внутренняя женщина. Классно, когда мужчина тоже может наслаждаться и прям смаковать, смаковать эту жизнь, смаковать. Ощущения в теле могут быть тоже. Что приятного почувствовать? Что приятного вокруг? Как я ещё могу это прочувствовать? На мой взгляд, это вообще божественное состояние, наслаждение жизнью. Вот у меня любимая, у него сильная программа аскетизма. Ну и он такой мне прислал какой-то ролик, типа не страдать и не кайфовать. С одной стороны, я поняла, про что это. Это про то, что не залипать ни в страданиях, ни в каком-то кайфе, не привязываться. Но с другой стороны, я всё-таки за кайф, потому что, на мой взгляд, это наша лучшая благодарность миру, когда вот мы воплотили здесь, и мы проживаем эту жизнь. Мы не растрачиваем её, не профукиваем её, мы не живём в уме, а мы её проживаем по полной, используем, да, эти моменты. Многие же мастера говорят, что вся Вселенная живёт, находится в состоянии блаженства. А вот это вот такой всеобщий Вселенский оргазм. Зачем нам, тем более, кто в женских телах от этого отказывается? И, ну, говорит, типа, что нет, надо в скорбях, что-то там в скорбях познаётся. Истина, да, блин, это всё старый просто программ. Можно по-другому. Можно, представляете, вот, когда ты понимаешь, что вот ты творец, ты можешь выбирать. И никто тебе не указ, никакие, сейчас время такое, никакие гуру, никакие мастера, никакая Настя, никакой там вообще самый-самый прекрасный, вознесённый мастер, нет. Мы всё можем решать и выбирать, как творцы. Мы входим сейчас все в свою силу, сейчас доступно, всё эти коды, все настройки, всё возвращается со времён, там, Лемурия, Атлантида и прочее, да, там. Изначально мы созданы были, вот, как творцы. Мы же сами себя и создали. И очень важно, на мой взгляд, сейчас, вот, просто выбирать, как я хочу, уже трудно или легко, как я хочу, и манифестировать. Мы будем, чуть-чуть поговорим в понедельник, но больше на месячной группе, да, вот этой. Как создавать, как перенастраивать мозг, как проявлять, как желать, как разрешать. Я вот так вот, и в мелочах это может быть, понимаете? Вот в мелочах. Я вот сейчас очень чётко, например, возникла мысль, я тут классно в Петергофе катаюсь, гуляю, ну, хорошо, ну, прям чувствую, хочу в лес. И я организовала, у меня ребята, ну, в общем, собирались там с ночёвкой, у меня не получалось. И всё так получилось, не специально, что в итоге мы вчера поехали просто на целый день в лес без ночёвки, потому что я себе позволяю желать и воплощать. Пожелала и тут же воплотила, пожелала и тут же воплотила. И так красиво, так в лесу мы только лисичек набрали. Столько, ну, прям, я подзаряжаюсь в наших лесах под Питером, Карельский перешейк, радугу такую нам показали. Короче, Настя вошла в нескончаемый поток, давайте отвечу на вопрос. Состояние. Интересно. Слушаем, радуемся, наблюдаем. Так вот, вопрос. Всех привет. У меня запрос на эфир. Мы с супругом поменялись местами, ролями. Я его стала подавлять. Мне хочется быть женщиной, а муж сил не находит. Отношения скатились к родительским. Через мозг знаю ответ, а к действиям не перехожу. Ну, видимо, там девушка сама в роли мамы, а муж в роли ребёнка, слабого какого-то, как я это поняла. Ну, понятно, что коротенькое сообщение. А, я стала его подавлять. Ну да, это получается я в какой-то училке, там, маме-маме, в такой фигуре, а муж в слабой позиции. Важно почувствовать и прожить ответ, исцелить родовые программы обоих родов. Благодарю. Да, тут искажения, травмы и мужской, и женской энергии есть. Настя, я рекомендую тебе обратиться. Лучше пойти на курс, конечно, энергии флирта. Там мы много будем с этим работать. И там будет индивидуальная моя полноценная сессия. Можешь прийти на диагностику. Вот. Ну, в принципе, тут диагноз-то понятен, что есть, да, вот этот самый перекос. Ну, если кто-то не очень пока решается, сомневается, приходите на диагностику мужско-женских энергий. Мы поговорим, если надо будет, и расстановочку сделаем, такую экспресс-диагностическую. Вот. Кому важно сейчас настроить это? А мне кажется, это всем важно. Вообще и мужчинам, и женщинам. Потому что это одна из таких основ целостности нашей. Дальше. Вопросы. У меня вопрос. Запрос. Вопрос-запрос. Почему срываются успешно начинающиеся отношения? Вроде всё вначале подходит. Родственные души. Есть какая-то программа ещё непозволения себе полноценных отношений, длительных, надёжных, надолго. Есть, возможно, какая-то... Почему-то мне идёт агрессия к мужскому. Но это лучше, конечно, смотреть тоже. Ну, ты у меня идёшь уже. Эта девушка, она уже прошла предыдущую. Но ещё мы с ней индивидуальную сессию пока не провели. Я думаю, что мы как раз на ней посмотрим, где там сбой идёт. Где там сбой. Почему-то у меня идёт тема с агрессией здесь, в этом случае. Какой-то страх. Страх при долгих отношениях, при сближении. Страх агрессии со стороны мужчины. Ну, вот. Ну, да. Что ещё? Ну, и плюс ты идёшь на энергию флирта. Там тоже докрутим. Там тоже будет ещё одна сессия личная, да? Вот. Ещё вопрос. Сюда же ещё можно добавить кармические близнецы. Мне этот термин разъяснили, но вдруг что добавишь к этому? Можно ли с ними не общаться абсолютно? Можно ли выполнить... Сейчас, знаете, что хочу открыть дверь на балкон. У нас солнышко вышло. Продолжение следует. О aired Presentation. Такой гранили не договорились с тем самым людьми. Так что меня родился, его третьей точки точки – вот этот рацион. Ну, пять. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...